Перефразирую замечательную фразу, скажем, любовь приходит и уходит, ну а экстрима хочется всегда. Не в смысле того, что хочется гулять по пабам. Если вы захотите гулять по пабам, то и гуляйте по пабам. А семейные ценности лучше оставить все-таки на первом плане. Если же вам захотелось экстрима, то самое экстремальное место располагается здесь, на улице Московская, 50. Здесь располагается наиболее экстремальное подразделение, это мотосалон Yamaha. То есть если вам охота прохватить и не подхватить простуду, к примеру, это вам все, да, за экипировкой. Экипировка подразумевает не только одежду вашу, но и специальные приспособления. Так из квадрика легко делается трактор, например. А дополнительные багажники на снегоходах удобны, когда вы путешествуете не один. Ну и автостоп напоминает, охота со снегоходов запрещена. То есть полюбоваться за животными, можно их догонять, можно с ними соревноваться. Ну и дело было бы, наверное, в тундре, потому что животное под названием песец у нас не водится. Снегоход не дешевое приобретение, поэтому, как правило, снегоход себе могут позволить, ну, те, у кого кафель в гараже. Так вот, снегоход это песец вашему кафелю, потому что одно движение и все. Кафель ровненько так разрезана. Но все меняется, когда приходят вот такие замечательные устройства. То есть весь снегоход движется. Эти подставки надолго сохранят жизнь вашему кафелю. 95% жителей планеты Земля знают, что такое зима, но не понимают, что это такое. 30% населения планеты изготавливают горнолыжные костюмы, но делают их не для зимы. Снегоход для тех, кто понимает, что такое зима, выставляет свои требования к одежде. Ну, горнолыжный костюм, он не позволяет ездить по лесу, допустим, потому что ветки, да, палки, которые возникают перед нами в ходе движения, они могут его просто порвать. И снегоходные костюмы, они уже верхняя ткань, у них она более плотная, и, ну, за счет того, что часто падение, да, на снегоходе происходит. То есть, там более крепкая ткань, более надежная, и позволяет ездить на снегоходе по непролазным тропам по лесу. А горнолыжный костюм, он более легкий, он не такой теплый, то есть, он больше сделан для активной езды. Если же мы едем на снегоходе просто сидя, да, не двигаясь, то, ехав в горнолыжном костюме на снегоходе, просто замерзнешь, потому что он сделан для активной езды, чтобы человек двигался и восполнял, как бы, тепловой баланс. За счет этого снегоходный костюм, он более актуален. И их тут много, а для тех, кому западло не на ямаховском снегоходе рассекать ямаховской экипировки, скажем, есть варианты и без моторизированных брендов. У меня много красивой одежды, ну, и автомобильной в том числе. Но я эту одежду покупал не в фирменных отделах, то есть, ну, в Таиланде покупал, в Индии покупал. В общем, там, где увижу что-то за халявную цену, там уберу. Потому что фирменные цены, это, в общем-то, того и стоит, да и качество другое. То есть, здесь вот надпись «Ямаха» не будет выдергиваться. Вот. И, кроме всего прочего, маленький нюанс. Если вы видите порванные где-то буквы, ну, то есть, с замочком, это все-таки немножко подделка. Поэтому фирма вот так вот выглядит на магнитной защелке. Ну, я не могу куда-нибудь не зайти и не поискать что-нибудь типа соли. То есть, чтобы скидка была примерно 50, может быть, 70%. И здесь я кое-что нашел. А нашел не покажу, себе отложу. Но есть такие вещи, которые просто установить на снегоход, и для разумного райдинга этого достаточно. Ну, и для того, у кого руки не мерзнут, а отмерзают. Ну, то есть, для меня. Я могу спокойно переносить температуру до минус 35 градусов, не надевая перчатки. Но когда я сажусь за снегоход, извините, теплообмен конвекцией, это уже минус 60, минус 70. Это если скорость будет 50 км в час. То есть, в принципе-то, можно и совсем замерзнуть на скорости 100. Хотя, вот эти дополнительные приспособы сохранят ваши руки. Они отдельно надеваются на рычаги. Но если вы все-таки любители путешествовать по карте, они по GPS-навигатору. Есть такие, товарищи. И вот это уже совсем недорого. Теперь уже в поиск того, на чем написано с Али. Ну, не могу я без этого. Тем более, что для мототехники, к примеру, не сезон. Ну, мы искали и нашли скидки на летнюю экипировку, на некоторые позиции. То есть, шлем минус 30% и вот эти мотоботы. Почему сейчас необходимо сюда за ними прибежать? Потому что это не просто мотоботы, это понтовые мотоботы. А иначе, как получить сноп-искр при езде в повороте? Ну, для этого есть такие многоразовые магниевые вставки. То есть, вместе с салоном Нимаха мы для вас открыли секрет вот этого сногсшибательного эффекта. То есть, ничего сложного нету. Оказывается, немножко на повороте ножкой. Хлоп. И ты уже такой крутой понтовый типа специалист. Ну, ладно. Для тех, кто не за понтами гонится, а предпочитает все-таки экономить. То есть, ну, в тулупе называется. Есть такие товарищи. Типа меня. Но физиономию отмораживать не надо. Вот эти маски. То есть, шапка-ушанка. Завязали. И вот защитили таким образом свою фейсмон. Но мало того. Я вот ее присмотрел для страйкбола. Очень пригодится. Тем более, цена опроса 3,5 тысячи рублей. Да в хозяйстве-то здесь все пригодится. И даже если у вас нет снегогода. К примеру, в том же ямаховском костюме легко и на горные лыжи, и на рыбалку. В общем, есть что выбрать. Любителю не морозить пятую точку. И, конечно, без таких курточек я бы отсюда не ушел. Это моя слабость. Все такое красивое и яркое. Ну, во-первых, для того, чтобы вы меня всегда знали и узнавали. Во-вторых, для того, чтобы немножко в вашей жизни было больше красок. А то все в черном ходят. Но пока я не могу себе позволить. Потому что сына ращу. Зато приеду сюда, попрошу снегоход или квадроцикл. И на нем его прокачу. Хотя, хотя, кое-что от Ямаха у меня осталось. И вот эта замечательная спортивная шапочка.